Мои братья и сестры, прошло шесть месяцев после того, как я был призван в корм 12 апостолов. Служение с братьями, которые долгое время были мне примером и учителями, ведет к глубокому смирению. Я высоко ценю ваши молитвы и поддержку голосованием. Это было для меня временем пылкой молитвы и искреннего поиска одобрения Господа. Я чувствовал его любовь священным и незабываемым образом. Я свидетельствую, что он жив, и что это его святая работа. Мы любим президента Томаса Монсона, пророка Господа. Я всегда буду помнить, с какой добротой он давал мне в апреле это призвание. В конце нашего собеседования он распростер руки, чтобы обнять меня. Президент Монсон высокий человек. Когда он обхватил меня своими длинными руками и прижал к себе, я почувствовал себя, как маленький мальчик, оказавшийся в защищающих объятиях любящего Отца. В течение нескольких месяцев после того события я думал о приглашении Господа, прийти к Нему в Его духовное объятие. Он сказал, «Вот, мои руки милосердия простерты к вам, и всякого приходящего я приму, и благословлены приходящие ко мне». Священные Писания говорят о Его руках, как о распростертых и окружающих любовью. О них также написано, что это руки могучие, святые, руки милосердия, руки спасения, объятия любви, простерты изо дня в день. Каждый из нас в той или иной степени ощущал себя в этих духовных объятиях. Мы чувствовали Его прощение, Его любовь и утешение. Господь изрек, «Я есть Тот, Который утешает вас». Желание Господа, чтобы мы пришли к Нему в объятия Его рук, часто воспринимается как приглашение к покаянию. Я цитирую, «Вот Он посылает призыв всем людям и, простирая к Нему руки милосердия, Он речет, «Покайтесь, и Я приму вас». Когда мы грешим, мы отворачиваемся от Бога, а когда мы каемся, мы поворачиваемся к Богу. Приглашение к покаянию редко бывает голосом порицания. Скорее, это голос того, кто нас любит, призывающий нас обернуться и возвратиться к Богу. Это приглашающий жест любящего Отца и Его единородного Сына, чтобы мы стали лучше, чем мы есть, стремились к более возвышенному образу жизни, изменились и чувствовали счастье от соблюдения заповедей. Как ученики Христа, мы ощущаем радость в благословении и покаянии и радость отобретения прощения. Это становится частью нас самих, формируя наш образ мыслей и наши чувства. Среди десятков тысяч людей, слушающих эту конференцию, есть много степеней личного достоинства и праведности. Все же покаяние — это благословение для всех нас. Каждый должен почувствовать милосердные руки Спасителя благодаря прощению наших грехов. Несколько лет назад меня попросили встретиться с человеком, у которого в прошлом был период разгульной жизни. Вследствие своих неправедных поступков он лишился членства в церкви. К моменту нашей встречи он уже давно возвратился в церковь и искренне соблюдал заповеди, но его прошлые поступки часто преследовали и искушали его. Встречаясь с ним, я чувствовал его стыд и глубокое раскаяние из-за отступления от Заветов. После собеседования я возложил руки на его голову, чтобы дать ему благословение священства. Прежде чем я начал произносить слова молитвы, я ощутил очень сильное чувство любви Спасителя и прощения к этому человеку. И после благословения мы обнялись, и он рыдал, не сдерживая слез. Я восхитился милосердным и любящим рукам Спасителя, обнимающим кающегося грешника, независимо от того, насколько эгоистичным был оставленный грех. Я свидетельствую, что Спаситель может и хочет простить наши грехи, за исключением тех немногих, кто выбирает погибель, познав полноту истины. Нет грехов, которые не могли бы быть прощены. Какая восхитительная привилегия есть у каждого из нас отвратиться от наших грехов и прийти ко Христу. Божественное прощение – один из самых сладких плодов Евангелия, удаляющий чувства вины и боли из нашего сердца и заменяющий их на чувства радости и мир совести. Иисус провозгласил, «Вернитесь ныне ко Мне, покайтесь в ваших грехах и уверуйте, дабы Я мог исцелить вас». Иногда для того, чтобы услышать, нам может понадобиться великая перемена в сердце, помогающая противостоять серьезным грехам. Возможно, будет необходима и помощь священству. Для большинства людей покаяние – это тихий и очень личный ежедневный поиск помощи от Господа ради того, чтобы совершить необходимые изменения. Для большинства людей покаяние – это не однократное событие, а скорее долгое путешествие. Это нелегкое дело. Изменяться трудно. Бывает необходимо идти против ветра и плыть против течения. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой, следуй за Мною». Покаяние подразумевает от решения таких пороков, как нечестность, гордыня, гнев и нечистые мысли, и обращение к добродетелям, таким, как доброта, бескорыстие, терпение и духовность. Это возвращение к Богу. Как нам решить, на чем должно быть сосредоточено наше покаяние? Когда любимый человек или друг предлагает вам что-то изменить в себе, наша плотская сущность иногда поднимает голову и отвечает, «Вот как, думаешь, я должен измениться? Ну тогда давай я расскажу тебе кое-что о твоих проблемах». А гораздо лучший подход – смиренно обратиться к Господу. «Отец, чего бы ты хотел от меня?» И ответы непременно придут. Мы чувствуем, в чем нам нужно измениться. Господь сообщает нам в нашем разуме и в нашем сердце. И тогда нам позволено выбрать, покаяться ли нам или опустить шторы на окнах, открытых к небесам. Алма предупреждал, «Не старайся извинить себя ни в малейшем». Когда мы опускаем шторы, мы перестаем верить духовному голосу, побуждающему нас измениться. Мы молимся, но меньше слушаем. Нашим молитвам не хватает веры, приводящей к покаянию. Но в этот самый момент кто-то скажет, «Брат Андерс, вы не понимаете. Вы не можете почувствовать то, что чувствовал я. Измениться слишком трудно». Вы правы. В полной мере я не понимаю. Но есть Он, Который понимает. Он знает. Он чувствовал вашу боль. Он провозгласил, «Я начертал тебя на дланях моих». Спаситель всегда рядом. Он готов помочь нам. Призывай каждого из нас, «Придите ко мне». Мы можем покаяться. Мы можем. Понимая, в чем нам надлежит измениться, мы глубоко сожалеем о том горе, которое причинили. И это приводит к искренней и выстраданной исповеди перед Господом и перед другими, если необходимо. По возможности, мы стараемся возместить причиненный нами вред или утрату. Покаяние становится частью нашей повседневной жизни. Еженедельное причащение чрезвычайно важно для нас, чтобы быть кроткими и смиренными перед Господом. Когда мы подтверждаем нашу зависимость от Него, просим Его простить и обновить нас. И обещаем всегда помнить Его. Иногда в своем покаянии и в повседневных стараниях быть более похожими на Христа, раз за разом нам приходится бороться с одними и теми же трудностями. Подобно восхождению на заросшую лесом гору, порой мы не видим своего продвижения, пока не поднимемся ближе к вершине и не сможем с высоких гребней окинуть взглядом пройденный путь. Не позволяйте себе разочаровываться. Если вы боретесь и трудитесь над собственным покаянием, то вы уже находитесь в процессе покаяния. По мере нашего изменения к лучшему, мы видим жизнь более ясной и более явно ощущаем влияние пребывающего в нас Святого Духа. Иногда мы задаемся вопросом, почему мы помним наши грехи после того, как отрешаемся от них? Почему временами, даже после нашего покаяния, к нам возвращается печаль из-за наших ошибок? Возможно, вы помните трогательную историю, рассказанную президентом Джеймсом Фаустом. Я цитирую. В детстве я жил на ферме. Помню, как моя бабушка готовила самую вкусную еду на горячей дровяной печи. Когда ящик с кедровыми поленями, стоявший рядом с печкой, становился пустым, бабушка тихо брала его и уходила во двор к поленецу, чтобы наполнить. А затем приносила тяжелый ящик с поленями обратно в дом. И на этом месте голос президента Фауста выдавал охватывавшее его волнение от переполнявших чувств. Он продолжал, «Я был таким невнимательным, что оставался сидеть, когда моя бабушка таскала тяжелый ящик с поленями, и всю жизнь меня терзает стыд и сожаление о моем грехе и бездействии. Надеюсь, когда-нибудь я попрошу у нее прощения». С тех пор прошло уже больше 65 лет. Если президент Фауст спустя столько лет все еще помнил и сожалел о том, что не помогал своей бабушке, то нужно ли нам удивляться, что о некоторых своих поступках мы все еще помним и сожалеем. В Священных Писаниях не сказано, что мы забудем грехи, совершенные нами в земной жизни. Однако в них обещано, что Господь забудет их. Оставление грехов подразумевает, что мы никогда не вернемся к ним. Оставление грехов требует времени. Чтобы помочь нам, Господь время от времени позволяет воспоминаниям о наших ошибках храниться в нашей памяти. По мере того, как мы исповедуемся в наших грехах, возмещаем пострадавшему ущерб, насколько это в наших силах, и оставляем грехи через соблюдение заповедей, мы приближаемся к обретению прощения. Со временем мы почувствуем, что боль от сожаления стихает, и наши сердца освобождаются от чувства вины, наполняясь миром совести. Для тех, кто истинно раскаивается, но не может пока получить облегчение, я дам совет. Продолжайте соблюдать заповеди. Я обещаю, помощь придет согласно расписанию Господа. Исцеление тоже требует времени. Если вы чем-то обеспокоены, посоветуйте со своим епископом. У епископа есть силы проницательности. Он поможет вам. Священное Писание предупреждает нас. Не откладывайте ваше упоконение. Но в этой жизни покаяться никогда не поздно. Однажды меня попросили побеседовать с пожилой супружеской парой, вернувшейся в церковь. Их обучали Евангелию их родителей. Вступив в брак, они оставили церковь. И теперь, 50 лет спустя, они вернулись. Я помню, что когда муж входил в мой кабинет, он вез за собой на тележке кислородный баллон. Они выразили сожаление, что не были верны заветам. Я сказал им, как мы рады их возвращению, заверив их, что объятия Господа раскрыты для тех, кто приходит с покаянием. и пожилой мужчина ответил, мы знаем это, брат Андерсон, но мы горюем о том, что наши дети и внуки не имеют благословения Евангелия. Мы вернулись, но мы вернулись одни. Но они не вернулись одни. Покаяние не только изменяет нас, но и благословляет наши семьи и тех, кого мы любим. Благодаря нашему праведному покаянию и согласно расписанию Господа, простертая рука Спасителя не только обнимет нас самих, но также будет опорой в жизни наших детей и потомков. Покаяние всегда означает, что впереди еще больше счастья. Я свидетельствую, что наш Спаситель может освободить нас от ночи грехов. Я лично чувствую Его искупительную силу. Я безошибочно видел действия Его исцеляющей руки в жизни тысяч людей в разных странах по всему миру. Я свидетельствую, что Его божественный дар освобождает от вины наше сердце и приносит мир нашей совести. Он любит нас. Мы члены Его в Церкви. Он призывает каждого из нас покаяться, отвратиться от наших грехов и прийти к Нему. Я свидетельствую, что Он жив. Во имя Иисуса Христа. Аминь.